Сейчас громкоговоритель молчит. Вещание прекратилось только вечером, в понедельник. А до этого больше суток рупорт рубил о скидках и акциях в местных магазинах. Жители дома 22 по улице Идемана говорят, появился он на остановке рядом с их домом недавно. До этого работал только днем, а теперь еще и ночью. Может быть громкость не была чрезмерно высокой, но в период ночи, когда люди спят, любые звуки воспринимаются очень остро. И вот песни все, рекламные какие-то тексты шли всю ночь. Кто оборудовал остановку таким уличным радиом, местные жители не знают. Это-то их и возмущает. С ними данный вопрос никто не согласовывал, а получается выбора у людей слушать или не слушать нет. Зачем вот здесь на остановке? Люди пугаются, вздрагивают. И вообще зачем это вот здесь крики эти? И по ночам вот люди жалуются. У вас просто нету. Вяжите скорее в магазин. И такие рупоры висят сразу в нескольких точках Каннска. Мы проехали по городу и обнаружили громкоговорители на ЦУМе, на здании бывшей табачной фабрики и даже на магазине у КПП в Солнечном. В местной администрации пояснить законность работы такого уличного радио сразу не смогли. Пообещали дать исчерпывающий комментарий позже. А вот с владельцем громкоговорителей мы встретились. И он утверждает, что на остановках его рупоров нет. Они могут быть только рядом с ними. С частными зданиями его рекламное агентство имеет договоры. Все законно. А инцидент, произошедший в воскресенье, технический сбой. И такое бывает. Установлен таймер электропотребления. Есть определенные промежутки, когда работает громкоговоритель, когда не работает. И он выходит из строя, если идет перебой напряжения. С этим ничего не сделать. У нас есть такая проблема. Она присуща. Хочется принести свои извинения жителям и сказать, что будем решать подобные проблемы. Тем временем известно, что Управление архитектуры администрации Каннска, готовя ответ на наш запрос, начало проверку. Оказалось, что специалисты ведомства не знают, сколько громкоговорителей висит по городу, какую информацию они вещают и даже кто их установил. Анастасия Мосин, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.